В этом году Сараповская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов отмечает 35-летний юбилей. На сегодняшний день в ее составе 10 609 человек. В этот юбилейный год хочу пожелать всем крепкого здоровья. Хочу поблагодарить за искреннее, неравнодушное отношение к городу, к непростой общественной деятельности, за то, что находите время для того, чтобы дарить его окружающим. Оставайтесь такими же активными, новых, интересных вам идей. Я хочу вас заверить, что администрация города всегда будет вашим верным помощником. Крепкого здоровья, больших успехов, ура, ветеранской организации. Благодарность за большой вклад в развитие ветеранского движения города вручили председателю Сараповского совета ветеранов Надежде Васильевне Тесенко. Сегодня здесь самые активные представители серебряного возраста. Выразить дань уважения ветеранам пришли и действующие депутаты Государственного совета Удмуртии, а праздничные номера подготовили воспитанники Объединения культуры. Преемственность поколений, тесное взаимодействие с органами власти, заботливое и бережное отношение к ветеранам сделали Сараповскую организацию одной из сильнейших в республике. Организация, она лидер нашей ветеранской организации республиканской. Почему я об этом говорю? Потому что в городе Сарапове действительно живут уникальные люди. Есть уникальный опыт работы в реализации именно к уставной деятельности. Во всех его направлениях в деятельности эти традиции передаются из поколения в поколение. Ветеранам, прошедшим долгий трудовой путь, сегодня были вручены заслуженные награды. Почетные грамоты и благодарности республиканской и всероссийской ветеранских организаций. Почетные грамоты Государственного совета Удмуртии и администрации города Сарапова. Благодарность главы республики получила Лариса Ломанова, председатель ветеранской организации Сараповского радиозавода. На эту должность она пришла в январе 2014 года. Главной задачей я ставила, что человек, уходящий на пенсию, не должен оставаться без коллектива. Он всегда должен быть в коллективе, не замыкаться в себе, потому что переход от работы на отдых, это очень сложно, и люди теряются. И вот так мы живем дружно, у нас прекрасная организация. Мы выпустили две книги, мы сейчас занимаемся полностью историей завода. Вот я считаю, это главное достижение ветеранской организации, что мы как бы историю завода показываем людям, показываем нашим молодым работникам, что вот действительно мы дважды ординоносный краснознаменный Сарапольский радиозавод. А второе наше увлечение, значит люди, которые вышли на отдых, им же очень трудно организоваться в компаниях. И мы уже шестой год плаваем на теплоходе по городам России. Заслушав доклад о реализуемых проектах, Пленум постановил продолжить сотрудничество и совершенствовать методы патриотического воспитания молодежи и помощи старшему поколению.